Друзья мои, всем привет! Утро в России началось с совсем нерадостных вестей. Россию опять встряхнуло, да-да, в очередной раз. Это уже третий раз за неделю, когда в СМИ появляются заголовки «Очередной хлопок газа». Но сегодня мы поговорим не только об этом. Я вам покажу, как же куются выборы. Эти кадры нас с вами перенесут в 90-е. Новости с Антоном Хардиным. Начинаем. Утром в Липецкой области произошел взрыв газа. Так звучит официальная версия. За последнюю неделю это уже третий взрыв газа. Буквально на днях мы с вами разбирали последствия от одного. И вот под Ельцом произошел еще один. СМИ нам сообщают, что под Ельцом из-за неисправности оборудования произошел взрыв газа в одном из жилых домов. И давайте посмотрим на эти кадры. Кирпичный жилой дом разворотило, словно это карточный домик. На место сразу же приехали спасатели. Это было еще ночью. В ночь с пятницы на субботу. И по предварительным данным пострадало больше пяти человек. И давайте попробуем подробнее рассмотреть последствия этого самого взрыва. Посмотрите, дом просто рассыпался в труху. И многие комментаторы в социальных сетях начали писать, что мол начался сентябрь, проверяйте в подвалах сахар. Но что я вам хочу сказать. Официальная версия официальной версии. Но те последствия, к которым приводят эти взрывы газа, причем третий за неделю, они, конечно же, чудовищные. Они ошеломляющие. И вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Неужели это просто-напросто случайность? Конечно же, существует версия, что начался сентябрь, начались холода, и что люди начинают отапливаться газом. Потом этот газ ночью тухнет. А утром, когда включается свет, происходит, нате, здрасте, взрыв. Стоит ли верить такой версии или не стоит? Да, действительно, у нас многие россияне отапливаются газом. И это большая-большая проблема. Потому что газ дешевле, чем электричество. Да, он не такой безопасный. Но, тем не менее, он дешевле. Нормально ли это в стране, которая сама добывает газ? Конечно же, ненормально. Кто виноват в том, что люди экономят последнюю копеечку? Вы сами прекрасно понимаете, кто в этом виноват. И Газпром сразу же открестился от того, что, мол, это не наше. В Газпром газораспределения Липецк заявили, что оборудование в доме работало без нарушений. Соответственно, раз оборудование в доме работало без нарушений, то, что, конечно же, виноваты нерадивые пользователи, которые на ночь забывают выключать газ. В эти сказки как-то особо не верится, если честно. И вот знаете, конечно же, жалко людей, которые сейчас без жилья останутся на улицу. Кому-то будет предложено уехать к родственникам. Кого-то расселит по каким-то общежитиям, еще куда-то. А ведь зима на дворе. Сейчас что людям делать? Куда им идти с этими вещами? Потому что соседние этой квартиры, как вы видите, тоже разворотило. И, конечно же, этот дом будет, как минимум, эвакуирован. Что делать? Конечно же, на этот вопрос ответа сверху нам никогда не дадут. Но вот на что хотелось бы обратить еще ваше внимание. На днях посмертно наградили званием Героя России Зинчево, который погиб при крайне непонятных обстоятельствах. Зинчево, при котором сгорело более 8 миллионов гектаров леса. А это на минуточку рекордные цифры. Зинчево, при котором МЧС работает, посмотрите как. Вот они очень даже показательные кадры. Не хочу обидеть никого, кто меня смотрит из МЧС. Но, ребят, то, что происходит вот сейчас под Ельцом, это, конечно, очень странно. Посмотрите, сколько стоит МЧСников. Стоят, просто стоят, ничего не делают, понабежало их туда. И буквально несколько человек работают. Многие пользователи в социальных сетях также сразу на это обратили внимание. Что, мол, ну зачем столько-то посогнали туда разом. Но, судя по всему, в Липецкой области не только с МЧС такая ерунда. Буквально пару дней назад из того же Липецка мне скинули видео. И сейчас я вам его покажу. В Липецке, очевидец, заснял спящих полицейских. МЧСники приехали на место и просто стоят, курят, улыбаются. И вот сейчас посмотрим, что же полицейские в Липецке. Да. Полицейский спит. Служба идет. Молодцы. Молодцы, герои. Бравые солдаты, которые получают немалую зарплату, между прочим. Больше, чем средняя по стране. Товарищ, товарищ, просыпайтесь. Господа, здравствуйте. Можно номер с жетоном? Это называется, друзья, вы у нас харю плющите. Вот этот инспектор знатно так ее расплющил. Что вы хотите? Представьтесь, пожалуйста. А такие, друзья мои, кадры становятся следствием переизбытка людей, которые нанимаются в силовые структуры, в том числе в другие ведомства. Просто кто-то решил сколотить себе небольшую армию, которая будет подчиняться только ему. Вот и сколотил. А то, что работы у них не хватает, это уже совершенно другое дело. А вот еще одни кадры, где одному из полицейских нашли таки работу. Разогнать бабушек и дедушек со встречи с депутатом. Красноярский краевой комитет КПРФ опубликовал такое интересное видео, где полицейский с оружием помешал проведению встречи кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Мельниченко. Придут, опишут налоги. И вот эти мажоры приедут. Нет, мы уже довольте не молчать, а? Это что такое? А что вы вмешиваете? Почему вы вмешиваете, а? Уйди! Что вам надо делать? Уйди! Подождите! Вы на каком основании? Граждане, я нахожусь с служебным табельным оружием. А ты кто такой пришел вообще? Пуп земли, я не понимаю. Пришел. Граждане мирно стоят. Не происходит никакого преступления. Граждане мирно стоят, встречаются с кандидатом в депутаты. И пришел такой. Я с табельным оружием. И что? И что ты им размахиваешь? Ты кто, собственно, такой представитель власти? Ты почему себя так ведешь? Одни спят в машине. Второй пришел пукалкой своей размахивать. Да ты дома перед женой своей пукалкой размахивай. Во что вы превращаете страну? Люди абсолютно мирно собираются и на это имеют право. Это право закреплено в конституции. А вы приходите и... И что? Это вообще что такое? Пошел ко мне ближе, чем два метра. Не подходи. Не подходи. Не подходи. Стреляйте. Я пристаю. Стреляйте. А это вы нам угрожаете? А люди кричат, не боятся. Говорят, стреляй, стреляй, что ты. Ну давай начни стрельбу по мирным. Почему бы нет? Люди просто уже перестали бояться силовиков. Почему? А потому что всех не поперестреляют. Всех не пересажают. Вытаскивай, вытаскивай пистолет, стреляй, что ты... Давай, выстреливайся. Вытаскивай пистолет. Стрелять захотел, да? Власть представляешь? СССР уже загрел. Чего ты пугаешься? Чего ты начал... Набиаем оружие. Мы записали твои слова. Гаденок. Вы народ должны охранять. У нас конституция прописана. До начала, представьтесь. Вы воров охраняете, иппозитор. Вы дяди, иппозитор, иппозитор. Вот сейчас он прописывает, берет объяснение по поводу несогласованной акции. Акции, несогласованные с чем? Народ должен прийти, просить разрешения собраться мирно и просто пообщаться. Пожалуйста, разрешите нам. Нет, мы вам не разрешаем. А, ну ладно. А если соберетесь, тогда мы пришлем пузатого полицейского с пистолетом, и он вас всех разгонит. Вот она, свобода слова в нашей стране. Скоро, друзья мои, при нынешней власти. Заходите вы чай с семьей попить. Должны будете администрацию уведомить. А вдруг вы там что-нибудь будете говорить плохое про президента? А вдруг вы там организуете какое-то сообщество? Не дай бог. У меня, говорит, оружие. А да мы с автоматом придем у вас, тварей, постреляем. Спокойно. Пойдите, пожалуйста, свои речи. Я вас не осторожаю. Это все. А покажите вас. Когда автоматом угрожаете, тут уже отсюда. А давай, выводи нас на расстрел. Пугаешь здесь пенсионеров. А вы можете представить? Тик, уведомлено, в чем проблема? Тик, уведомлено. Есть запись во входящей книге. Уведомление зарегистрировано. По крайней мере, сейчас мы позвонили в ТИК, нам ТИК просто нет, потому что не уведомляли. Ну а что значит устно не уведомляли? Вам нет, вам говорят сейчас, что есть уведомление зарегистрировано во выходящей книге с номером, что мы ТИК уведомили. В чем вопрос? Можно номер узнать? Вот сейчас позвоните и узнайте, пожалуйста, номер. Налетел, не узнавает ничего, налетел. У меня пистолет. Ох, какой храбрый против пенсионера. Ох, какой храбрый против пенсионера. Мне близко. Я тигренок, а не киска. Как говорилось в детской книжке. И вот еще одного сейчас представителя яркого покажу. Только он не из полиции, но шайка-алейка та же. Давайте же посмотрим, как угрожают жителям совхозного, а угрожает глава Белоярского городского округа Андрей Горбов. Пользуясь случаем, то есть у меня в любом случае стоит один вопрос, который хотелось бы от вас попросить, но тоже поддержка. То есть все мы прекрасно понимаем, что у нас состоятся выборы. 19 сентября, 17 сентября, спритавные выборы, да. То есть территория на самом деле у вас сложная. И кандидат у вас здесь, честно говоря, 5 человек, 2 технических, 1 самая выдвиженница молодой, да. И у меня вот будет огромная просьба все-таки поддержать представителя администрации. То есть это мой товарищ, друг, состоит в федерации бокса. Это мой товарищ, друг, поэтому его нужно поддержать. А еще он состоит в федерации бокса. Если что, придет, он все морды порасколотит. Ну или придет полицейского с стабильным оружием, мало ли. Помогает, где тут будет, то есть, поселение Александра, да. Он составляет Единую Россию, ну и непосредственно, то есть, составляет администрацию. Для чего прошу, то есть... Ну и депутата нам тоже надо своего, а не городского. Своему депутату, вы понимаете, человек пришел, кто-то обратился, да, по какому-то вопросу, а до города кто-то поедет? Ну, у нас мы же ведь на горьком... Я сейчас вам привел, например, в Аппетербурге, что поменялось? Ничего не поменялось. Так вот нам... А кто вас свой, 25-летний молодой человек, без обиды, я его не знаю. А кто? У нас вот не на русских. А справедливая Россия, она придет и все изменит. Я вам честно скажу, придет... А она многого уже чего-то сделала для поселка? Я написала жалобу, чтобы снесли сарайки. Больше она там ничего не делала. Почему? Давайте здесь ругаться не будем, я вам могу одно сказать, честно скажу. Я могу с вами поговорить после этого. Ну и после этого поговорим. Пройдет не на русских, я даю слово, как была, я ни копейки в территории не вложу. Вот, пожалуйста, если не победит этот человек, то я вашей территории не дам ни копейки. Это шантаж. Это просто самый наглый шантаж. Это то же самое, что если вы Единую Россию не выберете, мы вам воду питьевую отключим. Один в один. Вы понимали, что такое Единая Россия, где получают заработную плату, и что такое справедливая Россия? Ну вот видите, я ни копейки не дам. Я честно вам говорю, я не буду врать, я стою в храме, я врать не буду. Выиграть ни на русских, здесь денег не будет. Ни на котельной, ни на дороге, ни на что. Победит Единая Россия, вы увидите, какие будут преобразования только по следующему году. Как вы действуете? А как хотели? А как? А как по-другому? Вот как-то так, но никак иначе. И что, после этого кто-то скажет, что Единая Россия не боится проиграть? Они боятся, они боятся проиграть. Поэтому пытаются сушить явки, поэтому пытаются разными отвлекающими маневрами внимание людей рассеивать. Поэтому спойлеры появляются. Нынешняя власть боится потерять управление. Что не так, что ли? Так. И, друзья мои, я вам больше скажу, если ситуация не изменится, дальше нас с вами ждет 37-й год. Полный, тотальный контроль. И Христо Грозев рассказал, как это будет. Как нас будут с вами плавно накручивать на большой стальной болт с левой резьбой, чтобы с этого болта никуда не спрыгнули. Грубо? Да, грубо. Неприятно такие вещи слышать? Да, неприятно. Правда ли это? Да, правда. Получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернетов России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров. Тот, который аккредитирован, означает, что будет давать полную информацию, включая SSL-сессии, включая логи, включая IP-адреса FSB по каждому своему юзеру. И не будет никакой вообще анонимности. А те, которые не будут аккредитированы, включая YouTube, включая вообще все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость. И крайняя скорость через два года будет 24 кбит в секунду. То есть, для тех, которые жили в 90-х, это та скорость, на которой мы тогда через телефон подключаемся к интернету. Вот, это означает отключение интернета для России. Реально. Но, если сейчас это ты расскажешь людям, сейчас, что завтра будет так, они выйдут на улицу, они не примут это. А если в течение два года, в двух-двух года они получают это медленными кусками, то они это не заметят. И свой ролик я хочу закончить не банально. Я хочу вам дать домашнее задание. То, что с нами происходит, это эксперимент лягушка в кипятке. После того, как вы поставите лайк и подпишитесь на канал, просто загуглите, что такое эксперимент лягушка в кипятке, и вы поймете, что я до вас пытаюсь донести. Еще раз, загуглите лягушка в кипятке. Всем пока.